МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день вечера утра. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Подъездные водопады, квартирные ручьи. Смотрите сами, в каких условиях живем. Как только снега таяние у нас, ливни, все течет. Разные дома, одинаковые проблемы. Есть ли управа на ответственных? Едим дома. Сюда входит только обед. Если здесь с ограниченными возможностями здоровья, то к данному наполнению они получают стандартный завтрак. Школьники региона получают бесперебойное питание даже на дистанте. Грация и пластика российского масштаба. Мы увидели огромное количество талантливых детей. Все прошло по плану. И еще раз спасибо Ульяновской области. В Ульяновске провели чемпионат России по художественной гимнастике. Полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назначил нового федерального инспектора по Ульяновской области. Им стал Андрей Збигнев, 30 лет отслуживший в органах Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны президента. О назначении объявили на традиционном заседании штаба по развитию региона, основными темами которого стали тревожные цифры заболеваемости, борьба с последствиями непогоды, старт тематической недели национального проекта образования и другие. С аппаратного совещания в правительстве материал Маргариты Матюшинской. Динамика последних дней вызывает тревогу, наблюдается стабильный рост заболеваемости. По суточной заболеваемости мы перевалили отметку в тысячу инфицированных. На амбулаторном лечении находится более 16 тысяч человек. Чуть больше тысячи пациентов госпитализированы. Ситуация тревожная, но паники места нет. В области дополнительно открыто 108 койков в больницах. При необходимости развернут еще 150. Поддерживается необходимый запас лекарств и кислорода. Активно развивается телемедицина. С начала февраля на номера колл-центров поступило порядка 25 тысяч обращений. Расширили штаб врачей, осуществляющих консультации пациентов в самом телемедицинском центре. В настоящее время у нас на работе 6 человек. Плюс организовали маршрутизацию именно со службы 122, переход на колл-центр в 80. Горы задачи. Если для здравоохранения эта фраза образная, то для коммунальщиков вполне себе предметная. Снежная зима снова застала врасплох. Дорожники с трудом справляются с последствиями непогоды. Не хватает рабочих рук и техники. Последнюю задачу планируют решить дополнительным пофинансированием. Понятно, что техники не хватает. Проработайте вопрос, сколько необходимой техники для городских служб, чтобы высокоотеть время расчистки до половины требований норматива. Если действующей и вновь закупленной техники будет не хватать для этого, тогда необходимо нам с вами вместе проработать программу до закупки необходимой техники. По информации ответственных чиновников, снег во дворах чистят неплохо, так же, как и на трассах в области. Проблемные участки убирают сразу после обращений жителей региона. По горячей линии только за выходные поступило у нас 49 телефонных звонков, 22 из них по уборке придомовой территории и 29 звонков у нас поступило по уборке тротуаров, общественных пространств и дорог города Ульяновска. Напомним, на заседании штаба ПЧС минувшую субботу Алексей Русских потребовал от Ульяновской администрации жесткого контроля за деятельностью управляющих организаций. Вопросы есть не только к работе чиновников областной столицы. Губернатор поручил первому зампреду правительства Марине Алексеевой наложить вето на закупку муниципальными властями дорогих машин. Администрация Меликевского района объявила аукцион о покупке легкового автомобиля. Начальная максимальная цена автомобиля – 3 миллиона рублей. При долговой нагрузке района порядка 100 миллионов рублей – это более чем странное решение. Школьники останутся на дистанте до конца этой недели, которая в регионе посвящена нацпроекту образования. Профильное министерство отчиталось о задачах на ближайшее время. Планируется открыть несколько инновационных площадок для интеллектуального и творческого развития детей и молодежи. Появятся центры цифрового образования. Также приведут в порядок школы, в том числе и сельские. Капитальный ремонт будут делать постепенно, а главное слово скажут непосредственные участники образовательного процесса. В дизайне школы, в ходе ремонта, в ее приемке принимали участие дети и родители. Вот как ребенок, школьное самоуправление, нарисует свою школу, вот такой она и будет. Дополнительно из федерального бюджета в этом году удалось привлечь 253 миллиона рублей, которые направят на мероприятие национального проекта. И зимой, и летом покоя тут нет. У жителей двух домов на улицах Симбирской и Северном Венце. О ремонте в квартирах на последних этажах и речи не идет, а он нужен, причем капитальный. Попытки провести косметический гибнут от дождей и тающего снега. Виной всему протекающие крыши и сложности в коммуникации с управляющими компаниями. Павел Петриков продолжит. Уже много лет течет. Не могу даже косметический ремонт сделать. Вот протекает, все, до третьего этажа. Смотрите сами, в каких условиях живем. Как только снега таяние у нас, ливни, все течет, уже даже не капает, течет ручьем. Это правда. Течет с крыши на пятый этаж и пробивается аж до третьего. Чердак, похож на решето, шифер давно сгнил. Ту же картину можно увидеть в любом подъезде. Течет здесь, вот, все, да, твой звук здесь постоянно. Сделали только ремонт. А вот когда ремонт делали в последний раз? Ну, примерно. Четыре года назад, пять лет. Ну, то есть, вот, да, четыре года. Да, вот эти четыре года уже все течет. По сути, уже можно новое делать, а смысла нет. Смысла нету делать. Здесь после снега, ну, снег забился, видимо, там, надо мной находится слуховое окно. И вот, видимо, там где-то забилось, и стал таять, и ко мне сюда пришел. А это летом, дождик. А, ну, то есть, зимой и летом покоя нету, да? Да, покоя нет, это я ремонт сделала. Это после ремонта уже вот сколько раз пролили. А давно ремонт делали? Два года назад. Александр Петрович сторожил этого дома. Живет тут с самого момента постройки 1970 года. Говорит, что за все время ремонта кровли не видел ни разу. Зато наблюдал, как сотрудники управляющей компании, пытаясь очистить снег с крыши, только добавляли проблем. Брали кувалды, лом и лопата. Вот вся процедура. Больше и поломали все остаток шифра. А шифра сейчас такого размера, шифра, его нет, это выпуск. Шифр по всевероятности где-то с Самары привозили. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, ну, например, когда крыша протекает, а управляющая компания должным образом отказывается ее ремонтировать, специалисты из гор-юрбюро рекомендуют стандартный вариант. Если изначально управляющая компания, она не идет на уступки, то есть они делают вид, что они ремонтируют, но на самом деле они не ремонтируют, либо ремонтируют плохо, то нужно обращаться уже в экспертную организацию. В 51-м доме, как манну небесную, ждут капремонта, но когда он случится, не знает никто. Управляющая компания со сроками определяться не спешит, а буквально в паре сотен метров стоит еще один дом с ситом вместо кровли. И если на Симбирской 51 протечки есть, ну, они локальные, есть, но не такие масштабные, то на Северном Венце дом 2 рухнул практически весь потолок, и так не только в зале, еще и на кухне. А также в туалете, в других комнатах везде. Удивительно, но в отличие от предыдущего дома, тут капремонт провели совсем недавно. В 2019 году осенью сделали ремонт, как ремонт крыши, и с 2020 года потекло. У меня несколько актов приходят, составляют акт, ремонт не производят. Сюда приезжали специалисты из фонда ЖКК, подтвердили, что протечка из-за некачественной уборки снега. Алгоритм борьбы с нерадивой управляющей организацией такой же, как у первого дома. Через экспертов и суд. Кстати, разъяснили и пока по ремонту 51-го на Симбирской. У жителей достаточно хорошая платежная дисциплина. Сегодня именно куплено больше полутора миллионов рублей на проведение соответствующих работ. И за должность составляет всего 118 тысяч по оплате в сносах. Что, в принципе, не так существенно, не так значимо. К сожалению, в адресную программу дом не вошел. И в планах на 2022-2023 годы не значится. Но жители могут проявить инициативу, провести собрание, указать источникам финансирования фонд модернизации и отправить протокол в управление ЖКХ администрациям города Ульяновска. Павел Патрюков, Юрий Давыдов, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Школьное меню на дистанте. Опыт по выдаче продовольственных наборов учащимся регионно работал еще осенью прошлого, 2021-го ковидного года. Алгоритм пригождается и сейчас, в наступившем 2022-м. Чем кормят и всем ли сухпай полагается, разбиралась моя коллега Татьяна Домоданова. Здесь для меня пельмени, знаете, нечто экзотическое. Потому что чаще всего на первое нам готовят супы. Пельмени готовят нам раз в неделю, в две. И я очень радуюсь, когда нам приносят пельмени мясо вкусное, тесто сваренное, бульон теплый. Нестандартное для учебных заведений блюдо в меню ульяновских школьников добавили в середине января. В школы и гимназии пельмени поступали в виде полуфабрикатов, а на пищеблоке доводились до аппетитной кондиции. Но все эти изыски в прошедшем времени. Напоминаю, что ульяновские школьники ушли на дистант еще на прошлой неделе. И, собственно, этот дистанционный формат актуален и на этой неделе тоже. Но если в школьных коридорах тихо и пусто, то за окном оживление. Посмотрите, люди есть. А все потому, что школа по-прежнему – это точка притяжения. Но на этот раз в гастрономическом плане. Теперь любимые пельмени старшеклассники отварят дома сами. Ведь это часть продуктовых наборов для учащихся с 5 по 11 классы. Ученикам начальной школы полагаются беточки и тефтели. Это на обед. Завтраки скомпонованы иначе. В стандартном наборе риса, овсянка, тефтели, сок и печенье. В одной только 73-й ульяновской общеобразовательной к выдаче подготовлено 239 протнаборов. И все они для льготных категорий. Ученикам из многодетных или малообеспеченных семей. Школьникам с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. А также детям из семей, оказавшихся в социально опасной ситуации. Предусмотрено для шестидневного рациона учащегося. Здесь сюда входит только обед. Если здесь с ограниченными возможностями здоровья, то к данному наполнению они также получают стандартный завтрак. Комплект завтрака. У них, получается, питание идет и завтрак, и обед. Начиная с 14-летнего возраста, школьники приходят за наборами сами. Интересы тех, кто младше, представляют родители или бабушки-дедушки. Ничего не посмотрел пока. Мы на карантине были. Очень приятно получать это все. А как же. Спасибо вам, руководству. Алгоритм получения прост. Заявление пишется, протнабор тут же выдается на руки. Следующее продовольственное пополнение запланировано на 14 февраля. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. Один из самых популярных аккаунтов в социальных сетях в Ульяновской области – личные странички губернатора Алексея Русских. Через сообщения и комментарии сюда поступают жалобы и просьбы. Возможность очного общения с главой области у жителей региона тоже есть. Очередной прием граждан губернатор провел в конце прошлой недели, о чем говорили ульяновцы с главой региона, расскажет Маргарита Матюшинская. О проблемах лично с первым лицом региона удалось пообщаться Елене Александровне. Многодетная мама, одна воспитывая дочерей. У младшего ребенка диагноз ДЦП, требуется операция провести, которую могут в Петербурге. Эта операция поможет убрать причину болезни, а дальше мы уже будем бороться с последствиями. Услышали, к сведению приняли, к решению задачи приступили профильные специалисты. Меняется спасти, но на самом деле меняется причина. Все, что возможно, сделаем с центром, переговорим, чтобы поставили в первую очередь. По реабилитации начнется там, дальше продолжим здесь. Я, Анна Александровна, и Вас, Алексей Владимирович, до конца февраля месяца доложить мне о выделении адресной материальной помощи. Я вам желаю максимального скорейшего выздоровления. Вопросы, жалобы и просьбы со всей области. В Девентровграде на дороге протяженностью 280 метров нет освещения. В кромешной тьме путь к центру дополнительного образования и развития детей. Пожарные части, школе бокса, продуктовую магазину, а также 15 многоквартирным жилым домам, в том числе для детей-сирот. Установить фонари здесь обещают до 15 апреля. В общей сложности мы установим 8 дополнительных опор, 14 дополнительных светоточек. Сумма затрат составляет 436 тысяч рублей. На сегодняшний момент техническое задание готово. Без газа село Коченяевка, Вишкаемского района, где постоянно проживают 166 человек. Из них 81 пенсионер и 23 – это дети до 18 лет. К газификации по докладу ответственных все готово. Требуются только деньги – почти 17 миллионов рублей. Необходимые средства предусмотрят в областном бюджете на будущий год. Школа находится в очень плачевном виде, без ремонта какого-то. Я не поверила фотографиям, решила все-таки съездить и посмотреть воочию. Что на фото, что в действительности. Ульяновская школа искусств номер 2 разваливается и рассыпается. Проблема решится в 2022 году. На ремонтные работы выделено 7 миллионов рублей. Задать свой вопрос, поделиться проблемой и попросить помощи у губернатора области могут наши телезрители. 19 февраля пройдет прямая линия с Алексеем Русских. Ждем ваших вопросов и предложений в социальных сетях и по телефону 304073. На штабе по комплексному развитию Ульяновска прозвучали тревожные цифры. Коронавирус не пустил на работу 129 кондукторов, водителей, трамваев и трактористов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Вавилин. Замглавы Инна Митрофанова дополнила данной статистикой суточный темп прироста заболевших ковидом в регионе вырос в 10 раз. Однако удалось нарастить и охват тестированием более 714 на сотню тысяч населения. Летальность же держится стабильно на уровне чуть более 3%. Коллективный иммунитет пока так и не дотягивает до 70%. Стоит задача к марту довести показатель до 80%. Отмечается, по городу самая тяжелая ситуация с заболеваемостью в Заволжье и Засвияжье. Далее коротко другие важные новости из жизни Ульяновской и Ульяновской области. Вышли на борьбу с наледью. Ульяновские дорожники планируют полностью ликвидировать ледяную корку на дорогах областного центра в течение двух дней. Проезжие части обрабатывают реагентами, после чего гололед сбивают плужно-щеточным механизмом. Использовано 348 тонн смеси соли и песка, 20 тонн твердого реагента. 7 февраля выполнен основной массив запланированных работ. 8 числа дорожники планируют их полностью завершить. Руководство Дорремстроя отчиталось. В ночь с воскресенья на понедельник вывезено 246 самосвалов со снегом. Днем на улице вышло 71 единица техники. Работают оперативно, несмотря на то, что число заболевших сотрудников уже превышает 40 человек. Более 354 миллионов на здоровье. В этом году региональная сфера медицины получит бонус на развитие здравоохранения. Изменения внесены в одноименную государственную программу. Из выделенных денег 311 миллионов – это средства областного бюджета 265 миллионов. Из общей суммы направят на деятельность Ульяновской госаптеки и государственных медорганизаций. Более 9 миллионов на обеспечение льготными лекарствами. 46 миллионов пойдет на создание единого цифрового контура информационной системы. Почти 35 миллионов рублей – финансирование ремонтных работ и модернизации в ряде больниц и поликлиник. В регионе внедрят новый инвестиционный стандарт. Тульяновская область стала одним из 30 пилотных регионов, где Федеральное Минэкономразвитие обкатает разработанный механизм, сформированный на основании лучших практик по созданию благоприятного инвестиционного климата. В нашем регионе по трем из шести направлений уже прошла необходимая работа. Отмечается перед областью в этом году стоит две основные задачи. Утвердить свод инвестиционных правил, описывающий алгоритм вхождения инвестора, а также сформировать цифровую инвестиционную карту с актуальной информацией об инфраструктуре, ресурсах и мерах поддержки. В ОЛГПО подвели итоги научно-исследовательской работы за минувший год. Повод более чем достойный в России. В 23-й раз отмечают День российской науки. Педагогический вуз с его 90-летней историей – один из полноценных научных центров нашего региона. Исследования и разработки проводятся на базе 32 научно-образовательных подразделений вуза. Подробности далее. Теоретические знания рано или поздно пригодятся в практической плоскости. В этом уверено большинство тех, кто занимается наукой. В перспективных разработках заинтересованы государства. Подкрепленные серьезным финансированием, президентским грантом, продолжается исследовательский проект «Космологическая инфляция и первичные гравитационные волны» в модифицированных теориях гравитации. Им в коллаборации с коллегами из Бауманке занимается Сергей Червон. Ученый отмечает, интерес к знаниям в обществе падает, несмотря на то, что каждый из нас с удовольствием пользуется плодами прогресса. Подстегнуть стягу к науке у подрастающих поколений можно через научпоп. У меня выпускники, которые писали выпускную квалификационную работу, пошли работать в школы. И в магистратуре, будучи, так сказать, работая в школе, они подготавливали курсы лекций или какой-то предмет факультативный по освещению вот этих современных достижений. А современных достижений в космологии только вот в 21 веке получены четыре Нобелевские премии. И это вот о многом говорит, какое внимание уделяется теоретической космологии. Исследования и педагогика. Все логично. Именно таким должен быть педагогический вуз. Здесь, кроме учителей, готовят прорывные идеи для российской и мировой науки. Еще один президентский грант материально поддерживает не менее важные исследования. Грант, который мы выиграли, посвящен вопросам о параметрической идентификации систем с аддитивными и мультипликативными шумами. Что это такое? Это было проще. Да, это как можно проще. Понятно, что серьезное исследование дается не каждому. Однако и простая университетская наука многим студентам приходится не по зубам. Причина, считает профессор, в соблазнах. Интернет дал нам множество знаний, множество путей. Возникает желание у современных студентов попробовать себя в разных областях. Соответственно, они распыляют свои усилия и, возможно, меньше концентрируются именно на том, на чем следовало бы. Поэтому я еще раз говорю, что роль руководителя направить и выделить самое главное. Учат и направляют, и учат направлять. Игорь Петрищев отмечает, это и тактика, и стратегия современного высшего образования. Для учебного заведения с богатейшей историей и плеядой маститых, известных не только в России, но и за ее пределами ученых, иначе быть не может. Конечно, развивается студенческая наука. Стоит отметить, что в 21-м году наше студенческое научное общество уже одну победу среди таких же научных студенческих объединений завоевало. В этом году мы уже подали заявку на новый конкурс и надеемся на новую победу. Евгений Луковкин, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Накануне день рождения отметили незаменимые помощники пожарных. 7 февраля в далеком 1863 году инженер Алан Крей в США запатентовал устройство для тушения пожаров. Цилиндр состоял из металла, а под воздействием воздуха вытекала вода. Современный огнеборец, конечно, отличается от своего предка. Есть множество вариантов конструкции, размеров и назначений. От бытового до профессионального. О последних нашим коллегам с телеканала «Димград-24» рассказали в пожарно-спасательной части номер 5. Огнетушитель порошковый ОП4, то есть объем О4. Вообще периодически огнетушители надо встряхивать, чтобы порошок у них не исчезал. Воздушно-пенные, порошковые, углекислотные огнетушители разные, цель одна. Сотрудники пожарно-спасательной части напомнили, ярко-красный огнеборец должен быть под рукой в каждом здании, будь то больница, школа, детский сад или офис. Причем не один, минимум два устройства на этаж, каждая с порядковым номером и пломбой. В административных зданиях располагаются огнетушители от огнетушителя до предполагаемого очага пожара 20 метров. И для всех остальных складских помещений 30 метров от огнетушителя до предполагаемого очага пожара. Наличие специалиста по охране труда, владеющего пожарно-техническим минимумом, также обязательно для каждой организации. Но правила использования огнетушителя знать и грамотно в экстренной ситуации применять должны все сотрудники. Выдергиваем чеку, нажимаем на урок и, соответственно, с окном уже направляем в очаг, куда нам нужно. В пожарной части, разумеется, огнетушителей множество. Их несколько только в одном специальном отсеке машины. В гражданском обиходе чаще встречаются огнетушители порошковые, наиболее доступные по цене, подлежащие перезаправке. С их помощью можно тушить электроустановки до 1000 вольт. Огнетушители, как правило, наиболее распространенные. Это ОП, то есть огнетушитель порошковый. Объемы бывают разные. АП-4, АП-2, АП-10, АП-5 и так далее. То есть в зависимости от объема порошка. Есть еще огнетушители углекислотные. Углекислотные тоже используют при тушении электроприборов. Но в отличие от порошкового, его можно применить, если напряжение выше 1000 вольт. Однако, отмечают специалисты, лучше всего, чтобы пускать огнетушители в дело, не пришлось никогда. Обручи, мечи, булавы и ленты. Дисциплина, сочетающая изящество, координацию, ловкость и артистичность. Идеальный спорт для тех, кому нравится танцевать или просто двигаться под музыку. 2 февраля в Татьяна-арене торжественно открыли чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Изначально масштабные соревнования с участием лучших спортсменок со всей страны хотели провести в Москве. Но столичная эпидобстановка этому помешала. Ульяновская область встретила на ковре дворца художественной гимнастики представительниц 37 регионов России. Уникальная Татьяна-арена уверенно подтвердила свой статус одного из лучших центров художественной гимнастики в стране. Более 500 сильнейших гимнасток из 37 регионов России боролись за почетное место на пьедестале. Проведение соревнования такого уровня – колоссальная ответственность. Права на ошибку нет. Важна не только организационная сторона соревнования, но и санитарная безопасность. Трибуны не пустели, но заполнены лишь на 50%. Я думаю, что выбор был сделан правильно. Мы видим те условия, в которых сегодня девочки выступают. Такие условия на территории нашей страны нужно еще поискать. И мы вот сегодня приехали и своими глазами посмотрели, насколько профессионально отстроено весь механизм работы. Судейский корпус работает на пятерку. Ульяновскую область представили шесть гимнасток. Салемзянова Лилия, София Неплюхина, Таисия Нефедова, Надежда Пищулина, Батлеева Арина и Дарья Мурзайкина. Я хочу еще раз поздравить всех организаторов с хорошим проведением чемпионата и первенства России по художественной гимнастике. И мы увидели огромное количество талантливых детей. Все прошло по плану. И еще раз спасибо Ульяновской области за хороший и качественный прием такого знакового спортивного мероприятия. Пару слов о самой гимнастике. Многие считают, что тут важны гибкость и растяжка. Это правда. Но все же в первую очередь ключи к победе – дисциплина, отличная координация, ловкость и изящество, артистичность и чувство ритма. Как и музыка, во время выступления предмет, с которым выступают гимнастки, подбирается индивидуально. Управление обручем, мечом, булавами или лентой. При выполнении сложных гимнастических элементов – отличительные черты этого вида спорта. Со стороны может показаться, что обруч – самое простое. Это не так. В пространстве он может находиться в самых разных плоскостях. И именно с его положением гимнастки чаще всего совершают ошибки. Нельзя просто держать в руке. Нужно бросать, вращать, крутить во время выполнения каждого элемента. В идеале – задействуя весь ковер. Чем разнообразнее и сложнее движение, тем лучше. Булавы – это в первую очередь координация, точность и ритмичность движений. Пожалуй, классика гимнастики – лента. Сложность средняя, зато лента – самая зрелищная. И именно упражнения с ней больше всего любят поклонники художественной гимнастики. Мяч весит 400 граммов. Эффективно бросить, а потом поймать – балансировать таким на кончиках пальцев непросто. Но спортсменки справляются блестяще. Художественная гимнастика – нечто большее, чем просто набор элементов и предметов. Лучшие программы способны показать целую историю. Что и продемонстрировали юные гимнастки на ковре Татьяна Арена. Павел Патриков, Сергей Ребухин, репортер 73. Фабрики «Элегант» требуются сотрудники – швеи, портные, комплектовщики, термоотделочники. Можно без опыта работы. Обучение на месте. Оформление поты КРФ. Достойная зарплата. Работа в центре города. Улица Радищева, 39. Телефон 58-68-50. Напомним, телефоны 30-41-73. Ролики, сюжеты, объявления, бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих социальных платформах. Подпишитесь и следите за актуальными новостями региона в своем смартфоне.